Нормалёк доделаешь. Значит, потом возьмёшь бирюзовенький и прямо в эту среду лодочные движения, лодочные, упаковываешь. Синечку возьмёшь, лодочные движения упаковываешь. Создашь идею множества колебаний. Хорошо? Давай. Очень. Всё очень приоченье. Вот мне подсказал сосед. Ну, честь и хвала. Чуть-чуть с красниночкой для облаков. Можно чуть-чуть даже и с розовиночкой. А вот они здесь не совсем такие яркие, да? Да, смотри. Вот эти облачечечки. Положила, раздавила. Сверху чуть светлее. Сверху чуть светлее. Сначала в подкладочку вот эту красниночку, потом чуть светлее. Нашвыряешь, нашвыряешь вот эту полосатость облаков. А вот у сиреневых потом. Причём, смотри, вот нечаянные звуки. То есть я не слисовал каждый звук. Нечаянные. Ну, красиво же. Облаковинно. А вы стихи мой стащите. И нормалёк. Наверное, вы стащите. Хорошо. То же самое. Сначала более румяно. И раздавила. Вот они сияют. То, что надо. Потом пальчиком возьмёшь что-нибудь вот такое-нибудь. Фиолетоватое. И начнёшь нагонять теневые проявления облаков. Сюда. Вот так, дымочечек. Смотри, какой вкусненький. Правда? Угу. То есть он не плотненький. Он, наверное, такой длинненький. Ну, можно чуть-чуть плотнее. Можно чуть-чуть. Но важно, чтобы это был дымочечек. Что касается самих волн. Начнёшь создавать идею вертикали. Сначала можно вот так вот разгрести. Разгрести. Понагнать туда нужный цвет. Бирюзовый с жёлтым. Прямо понагнать, понагнать. Наштриховыванием. Ем мастихина. Понагнать. Вот этот свечечек. Здесь по этой траектории совершить. Вот по этой. Видишь, я даже всю краску не стёр, для того, чтобы она чуть-чуть поперемешалась в дороге. Чтобы она чуть-чуть поперемешалась. Только более холодный. Вот этот разбил возьмёшь. Вот этот похолоднее сверху. Чуть похолоднее, да. Он не такой прозрачный, но поплотной. Вот так, да. Вот они. Вот они эти заворотики. Бескоричневого, да? Бескоричневого. Потом берёшь, сгребаешь красочку. Делаешь разбелую ультрамарину. Белый в тени в солнечный день. Синит, сиренелит. Берёшь ультрамаринчик. И загоняешь, раздавливая. Раздавливая. Вытираешь. Мастихин снова наполняешь. Вот они. Раздавливая. Прикольно. Чуть-чуть агрессивный характер направления. То есть такой падательный. Темнилочку. Голубой-коричневый. Голубой-коричневый. Темнилочку туда подгонишь. Сюда загонишь, да. Немножечко толкнёшь это. По направлению плоскости. Давай так. Щупай. Соси. Вот она. Потом взяла, подчикала чуть-чуть. Итак, напоминаю, что вот здесь. Синька. По вот такой траектории. Нападательной траектории. Вытерла мастихин. Доупаковала. А сверху уже освещенная. Вот она оттуда, да? Эта волна. Вот так идет. Смотри. А сверху уже освещенная. Согласна? Она как-то будет в этом брызге. Это уже не волна. Да, брызгет пену. Вот здесь чуть-чуть освещенности. И идея лодочных. Лодочных. Наблюдай. Если какой-нибудь элементик красиво произошел, то совсем не обязательно его делать точно таким, как там. Здесь уклон. Уклон мощный. Уклон. Вот такой уклон. Цвет немножечко точнее. Холодненький там цвет. Да? Уклон. 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 Синие пены. Синие. Синие. В тени. Синие. Вот они, синие пены. Вот они. А здесь на свету оранжевые, белые проявления. Но прежде чем вот это сделать, можно еще подложить теплотиков. Вот это теплотиков. Да. Прямо вот так, глянцево. С оранжевинкой даже. Вот такое глянцевое. Тут уже наукатает. И сверху на нее, на этот глянец, пеночки. Ладно? А как-то мушки потом? Или считайте, что это не полезно? Ну, можешь обозначить их. Вот здесь где-нибудь. Ага. Прикольно. Угу. Часть гор можно прямо такими и оставить. Согласны? Да. А часть добавишь чуть-чуть цветика. Вот там кисточку маленькую возьмешь вот там и добавишь. А часть пусть прямо вот такими выбритыми и будут. Как технический шик, когда ты не утруждалась над ними. А вот здесь кисточкой добавишь. А какой вот? Вот этот вот цвет, да? Люди. Грязный. Ага. Ага. Ой-те, ой-те. Ой-те постеснялась как. Постеснялась горы рисовать вот такими горными. Такие маленькие бугорочечки. Накалякутся от страха. Ой-те постеснялась. Никогда так в угол не забивай. В угол вот такой вот не забивай. Пусть оно немножко... Все должно устремляться к центру композиции. Ну, йодистый цвет нашла. Так что все в этом смысле хорошо. Но побоялась дать размер. Смотри, как удобно решаются вопросы, когда я в сиреневый вписываю. Потому что если бы я вписывал бы, отдельно разрисовывал бы этим цветом и этим, не произошло бы эффекта дали. А дали у нас сиреневит, синит. И поэтому прибавляя к ней цвет, как бы приличный для переднего плана, он вписался, все идеально. Так, камушечки. Вот это называется забитые в угол, зажатые в угол. Камушки тоже имеют свои права в картине. То есть все в картине стремится к центру композиции. Надо к этому привыкнуть. Решиться однажды на это. В смысле, запомнить это. Все стремится к центру. Все стремится к центру. Как это называется? Синтру. Правильно. Смотри, некоторые вещи уже узнаются, да? То есть уже некоторые вещи мы начинаем узнавать у других. Сами еще, может быть, не всегда успеваем их подложить. Но узнавать узнаем. Причем не положи я там свет из-под теневой, была бы скучнятина. А так сразу он в пространстве, да? Он здесь, а оно там. Давай, наполняй вот это содержание. По направлению поднятия. А вот это место, правильно, ну, здесь я чуть-чуть еще не могу? Сейчас еще это уберем. Ага. Немножечко. Немножечко. Так, богачий силуэт сделаем. Слишком причесала. Причесывала, причесывала и довела до однородного состояния. Да вот я вот вижу, что там вот этот переливчик. Смотри, но не доводить до однородного состояния. Подзаболеваем. И приходит светик. Вытираем, адаптируем. Ты видишь, да, какая зигзагина. Смотри, как они нападают, нападают, нападают. Правда? Угу. Это дальняя барышка, или нет? Это продолжение волны. Ага. Ну, давай. Ой. Здесь. Да? Если потом время останется, сбреешь этот кусок, попробуешь сама. Ну что ж, осмыслить его. Ну, сначала делаем все. Вот эти фото жидкие, но не получилось. Да, их надо тренировать. То широкие, то тонкие. То есть, с первого раза, конечно, они не самые сладкие происходят. Но потом, когда несколько раз это уже... Ну, во всем случае, очень много людей освоили эти несложные. А главное, что замечательно, с ними очень легко осваивать мастихин. Они произвольные. Угу. А произвольность дает возможность... Да, они вот здесь же не только вот лодочные, они между собой. Я вот пыталась это сделать. Ну да, да. Ну, можно кистью потом по-сухому вот эти дырочки до наполнить. Понятно. Ну, можно и упростить до... Особенно до некого хламника. Поэтому рекомендую просто густоту со чвяком. Чвяк дает эффект множество. Густота и чвяк дают эффект множество. Вот эти. Вот это множество. Помнишь? Я туда тёмненько подсунула. Ой, как? Да, фотография вообще. Согласна? Угу. Ну, подопечный. Можно. Почти, что? Можно. Угу. Как бы сливается со следующей волной, да? Немножечко. Пропечный… Угу. Да-да-да. Чтоб оно не отдельно такимускным раском было. Угу. 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 Это испанский художник какой-то. Мерцалочки. Ну что, они продолжают свое присутствие. Молодец. А как им таких подпись ставить? На камни. Знаешь, как на камнях в Крыму пишут? Здесь был Вазя. Или маркером. Подожди.